Всем доброе утро, ребят, меня зовут Пиксель, я нахожусь в деревне жителей номер 13 и сегодня я вам покажу нечто интересное и крутое, что произошло в моей деревне жителей. Вы просто посмотрите на этих носатых, ребята, просто гляньте на них. Это необычные жители, которые сегодня как бы появились в моей деревне, я думаю вы это уже поняли, и по названию ролика, ребята, думаю вы тоже догадались. Сегодня вместе с вами я буду пытаться выбить из этих жителей самые крутые предметы, которые в принципе можно найти в Майнкрафте. Я вам так скажу, я знаю, что из этих жителей выпадает, я вам о каждом жителе расскажу отдельно, ребята, а также покажу, что они могут. Но я вам сразу, ребята, хочу сказать, что работать я сегодня, судя по всему, не буду. Есть тут один житель, где-то его нужно найти, вот он, смотри, где стоит, ребята, это житель-фермер, так, вот видите, я могу его как бы еще поднастроить и так далее и тому подобное. Он занимается тем, ребята, что он убирает непосредственно грядки. То есть обычный такой деревенский фермер, ребята, самый обыкновенный, также тут есть огромное количество других ролей, которые выполняют эти самые жители. Где-то здесь, ребята, в красной такой жирове ходит дровосек. Дровосек, дровосек, дровосекус, вот, ребята, это все дровосеки. Но для того, чтобы нам проверить, что же за крутые шмотки будут выпадать из этих необычных жителей, которые сегодня появились, мне, ребята, для начала нужно, конечно же, включить креатив. О, господи, ой, господи, я совсем забыл, что я выключил, ребята, чат. Для этого нужно его включить, конечно же, быстренько прописать гейммод. Один, вон они там между собой общаются, просто они как-то странно это делают, именно поэтому чат я решил скрыть. Окей, гейммод я, ребята, включил, давайте возьмем с вами какой-нибудь, я не знаю, алмазный меч сейчас слишком просто, давайте возьмем золотой. Давайте возьмем золотой меч и попробуем, ребята, кого-нибудь из них сейчас просто загасить. Я понимаю, что вы же скажете, мол, типа, эй, пиксель, ну зачем, это же носатые, ребята. Ну, просто мне действительно интересно, что из них будет выпадать. Где-то в этой деревне должен быть такой желтый житель, ребята, а, вот он, кстати, вот он, вот он, вот он, это житель-торговец, его я постараюсь убить в самом конце, ребята, и это нужно делать в гейммод 0, потому что это один из немногих жителей, который может дать отпор, потому что сами должны понимать, торговец должен защитить себя и товар, который несет. С маленьким шансом, ребята, из него может вывалиться дофига просто изумрудов, с небольшим шансом также могут выпасть всякие интересные предметы, но мы посмотрим, что из этого получится. Там, ребята, стоят рыбаки, давайте с них, в принципе, и начнем, они тут на краю стоят, давайте просто попробуем им втащить, а почему вы не втаскиваетесь, ё-моё, как-то странно, наверное, нужно все-таки в гейммод 0 это делать. Пока я, ребята, блин, переключал сложность, тут я еще приоделся броню на всякий случай надел, они тут уже успели разбежаться. Ладненько, давайте проверим, что из них выпадает, и, слушайте, так, куда он, куда ты бежишь, эй, дружочек-пирожочек, а ну стой, 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 опа, что-то из него выпало, мне показалось или что-то из него выпало, подождите, куда оно улетело? Так, включаем режим магнита, вот, вот, ребята, то, что нужно. Из рыбака, ребята, нам непосредственно выпала удочка, которую он рыбачит, и две вот такие вот вкуснейшие сырые рыбки. Так, давайте второго, ребята, тоже, сейчас попробуем замесить, так, 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 вот, видите, они убегают, у всех, у них, я так понимаю, разная тактическая штука, и из него нам выпадает, ребята, в принципе, тоже удочка и тоже две рыбы. То есть, видимо, ребята, из них выпадает только это. Ладненько, побежали дальше, побежали дальше, ребята. Здесь у нас есть фермеры, кстати, я не помню, говорил ли я или нет, и обращал ли я на это внимание, грядки были убраны, ребята, но теперь они полностью засажены. Видимо, фермеры, ребята, постарались и выполнили свое, как бы, рабочее задание, свое рабочее задание, потому что рабочий день уже, как бы, подошел к концу, и логично, что нужно было подготовить грядки к следующей уборке. Погнали, 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 убиваем, ребята, теперь фермеров, хочу проверить, и... Добрый день. Я думал, он меня бить идет, ребята, но нет, нет, он не идет меня бить, он добряк. И из этого самого добряка, ребята, нам выпадает три моркови, один картофель и железная мотыга, которая, в принципе, я так понимаю, да-да-да-да-да, мы, в принципе... Стоп, подождите-ка, мы не можем убирать грядки, видимо, потому что я их не засаживал. То есть, офигеть, тут все странно работает, ребята, посмотрите, я вот копаю, копаю и не могу, а ну, подождите, если блок, если блок попробует скопать, так я не могу, ребята, ничего с ним сделать. Может быть, я нахожусь в режиме приключений? А, подождите, судя по всему, действительно я нахожусь в режиме приключений, но... Да, все хорошо, фух, я уж напугался, ребята, я уж успел напугаться. Ладненько, погнали, погнали. Теперь, ребята, я хочу вам показать нового жителя, это вот такой вот офигенный житель-охранник, который занимается охраной деятельностью любой деревни жителя номер 13. Вне зависимости от ее номера, 13, там, 15, 19, 25, 43, без понятия, ребята, неважно, ребята. Именно поэтому я сейчас попробую ему втащить и посмотрим, насколько сильно он занимается обороной. Слушайте, ну, он уже такой, знаете, борцуха, нереальный, так, алмазная броня. Посмотрим, что выпадет нам из охранника. Надеюсь, получить из него что-то крутое. И из него, ребята, о, посмотрите-ка, из охранника нам выпал алмазный меч и алмазные ботинки, которые, в принципе, могу примерить на себя. Как раз золотой меч практически сломался. Пройдемся еще раз по фермеру, ребята. Знаете, у каждого из этих жителей есть что-то определенное, что может из них выпасть. О, например, смотрите, сейчас выпала алмазная мотыга. Алмазная мотыга выпала из обычного фермера, хотя в прошлый раз выпала железная. И еще железная выпала. Посмотрите-ка, из этого выпало гораздо больше. Это житель-дровосек, ребята. Обычный добряк, который занимается, ребята, уборкой деревьев. И из него выпадает нам три дуба, ребята, две ели и железный топор, в принципе, которым он орудует, ребята, в принципе, в своих там огородах. Попробуем убить самого обычного, ребята, деревенского жителя. В него я могу превратиться, но из него нам, судя по всему, вообще ничего не выпадает. То есть, посмотрите, я его активно пытаюсь... О, нет, посмотрите, денежка. Денежка из него выпадает, но, в принципе, больше ничего. Самые обыкновенные, ребята, жители-добряки, которые даже никакой работой по факту не владеют. Продолжаем, ребята, гасить фермеров. Конечно, знаете, очень интересный ролик в том плане, что я постоянно не знаю, что из него выпадет. Например, сейчас снова выпала железная мотыга. И мне кажется, за этот ролик я наберу просто огромное количество мотыг. У меня уже есть три железных и одна алмазная. И таким образом я могу просто прекрасно себя чувствовать на грядках. Так, еще один фермер-добряк, еще один фермер-добряк. Так, давай сюда. Из него нам выпадает, ребята, картошечка, морковь и снова мотыга. Какие же они тут богатые. Побежали дальше. Я уверен, ребята, что, в принципе, из этого жителя можно каким-то непонятным для меня образом, но выбить абсолютно весь сет. Дерется он, на самом деле, знаете, так резво. Даже мне стало интересно, если я сейчас отбегу, сниму себе всю броню, сколько он мне хп нанесет. Слушайте, ой, тихо, мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Так, мне из него выпали алмазные поножи. То есть, в принципе, ребята, если с ними постоянно состязаться, вот с этими жителями-охранниками, которые охраняют деревню, можно выбить себе просто офигенные вещи. Например, сейчас я снова выбил себе алмазный, ребята, меч. Но из брони, к сожалению, мне ничего не выпало. Это, кстати, вот оранжевенький, ребята, житель-строитель. Из него выпадают всякие строительные материалы. В принципе, как и сейчас, не выпало 4 бревна, если я не ошибаюсь. И 2 дубовые доски, которые, в принципе, можно использовать в строительстве какого-либо домика или чего-то подобного. И житель-фермер, сюда. Давай-ка сюда, дружочек. Тоже, ребята, всё статическое, всё статическое. Я сейчас хочу проверить, ребята, я должен убить абсолютно всех жителей и после чего переключиться к этому жёлтому добряку. Этот жёлтый добряк, ребята, называется житель-продавец. И этот житель-продавец... Так, давайте попробуем на него нажать. Да, он мне говорит, здравствуйте, добрый день. Этот житель-продавец, ребята, занимается простой деятельностью. Продаёт товар. Я, вроде как, об этом уже вам рассказывал. Но, поверьте мне, там просто дофига чего можно выбить. Я вам сейчас это покажу. Но для начала я хочу проверить, всех ли я замутузил. Нет, там ещё жители-строители. Подожди. А, я думал, он меня атаковать идёт. Странно, кстати, что дровосек не может меня атаковать. Очень странно как-то это всё работает. По факту житель-дровосек, ребята, обладает как бы, ну, топором. И может мне по башке им дать нормально, чтобы я никого здесь не бежал и не трогал. Странно. Жители-строители, ребята, в принципе, безобидные. То есть нам может дать отпор только житель-охранник, который входит такой в серой робе. Ладненько, ладненько. Ничего страшного. Обидно на самом деле, потому что я бы хотел какой-то нереальный махач. И знаете, у меня появилась идея, ребята. Давайте, если мы наберём просто очень много лайков, я сниму ролик ещё с этими жителями, но сделаю какую-то битву, например, там, жители-строители против жителей-фермеров и так далее и тому подобное. Мне кажется, ребята, будет очень интересно. И осталось переключиться на самого интересного, ребята. Единственного живого жителя в этой деревне жителей номер 13. Ну, не учитывая вот такого папашу, который толсты. Так, стойте. Нужно, ребята, доводить всё до ума. Просто я вам так скажу. Этот житель-продавец напрямую влияет на остальных жителей деревни. Поэтому, если жителей, ребята, не будет, шанс того, что нам из него выпадет просто огромное количество лута, конечно же, выше. О! Изумрудик выпал. Выпал изумрудик. Видимо, кто-то сегодня получил маленькую, но зарплатку. Побежали, ребята. Всех жителей я убил. Я в этом уверен на 100%. И сейчас попробуем сразиться с этим чуваком. Я думаю, он... А! Он, ребята, обороняется. Обороняется. Хорошенько обороняется. Всё. Я его замочил. И я получил с него... Офигеть! Я был прав. Посмотрите. Ё-моё. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять стаков изумрудов, ребята, мне выпало из обычного жителя-продавца, который появился в моей деревне жителей номер 13. Как бы это странно и повторяющееся не звучало. Так, давайте я хочу скрафтить сундучок и выложить туда абсолютно все, ребята, вещи, которые мне сегодня выпали. Конечно, ну, не считая вот эти вот доски, которые я сейчас потратил на крафт этого самого сундука. То есть, самый дорогой, ребята, это, конечно же, мне выпали изумруды. Один изумруд мне выпал из какого-то там работяги, ребята. А все остальное, вот это, я получил сегодня, ребята, в принципе, с этих самых жителей. У меня даже ничего остального не помещается. Рыбка, ребята, это все очень круто. И знаете, если бы все жители во всех деревнях были вот такие вот добряки, у которых было дофига лута, я вам так скажу, ребята, Майнкрафт бы существенно преобразился как игра, в принципе. Но в любом случае, ребята, я очень рад, что я записал этот ролик. Потому что, знаете ли, каждый раз думаешь, что бы такого интересного показать своим подписчикам. А вот эти жители, ребята, это просто добавляет изюминку в игру. Также ими можно еще по-разному, ребята, управлять. Сейчас давайте я быстренько активирую чат. Так, чат виден. Так, видите, они-то между собой постоянно общались. Так, это я, ребята, все удаляю. И сейчас я вам, в принципе, покажу. Мы спауним, ребята, самого обыкновенного жителя. Ну, как бы житель. Вот он, самый обыкновенный житель-добряк. И мы, например, смотрите, что делаем. Берем рамку. Берем сейчас мотыгу железную вот таким вот образом. Устанавливаем, ребята, это все вот сюда. После чего ставим сюда, ребятки, сундук. Это очень важно. То есть мы делаем такую некую базу, ребята, для жителей-фермеров. После чего мы подходим быстренько к этому жителю. Меняем ему профессию. И тут, по факту, оно, ребята, просто немножечко багается. В силу того, что у нас очень много модов. Меняем просто штуку на фермеры, ребята. И житель начинает по самому настоящему, ребята, работать этим самым фермером. То есть он убирает грядки, засаживает, ребята, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что вы это видели, ребята, в начале ролика. Все грядки были полностью голые. Их вырастили, засадили заново, ребята. Они взросли, пока я переключал сложность. То есть они это все делают очень быстро, потому что фермеров в деревне было огромное количество. На этом, ребята, ролик заканчивается. Вот такой вот интересный получился. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк под это видео. И сегодня мы вместе с вами узнали, что же выпадает, ребята, из этих разных жителей в Майнкрафте. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик для получения уведомлений о выходе новых роликов на канале. Всем удачи, ребята, и пока-пока.